нечего здесь делать то мои хорошие мы ну как бы мы не рождены вот мы мы больше счастья вообще больше счастья должны иметь жизни вам сказать немножко приоткрыть занавес нет больше немножко сказать чем готовы слышать ох и так уже много виды описывают 14 слоев жизни нашей вселенной в каждом слое счастье в сто раз больше чем здесь мы на седьмом находимся не волнуйтесь но эта середина означает что здесь счастье и страдания примерно поровну там есть нише планеты означает больше страдания какая там жизнь вот чуть пониже нас там очень много техники нет растений люди постоянно бегут куда-то с кем-то сражаются дерутся и постоянно в сильной суете в сильных беспокойствах глаза квадратные живые существа немецы люди живые существа ведах описано это технократическая атеистическая цивилизация вы скажете ну это все сказки не сказки сознание передается с одного слоя другой особенно с ближних слоев сознание передается поэтому посмотрите в компьютерные игры и вы увидите этот нижний слой что вы там видите пив палта здания какие-то бараки там стреляют себе бегают темнота так вот это оттуда мои хорошие оттуда и все кто туда концентрируется туда и попадают на чем бы надо не настраиваться живое существо туда она приходит в результате эти все сейчас звездные войны там эти все это оттуда из этой оперы с низших планет подземных ну ниже земли невернее медленно что мы покопаем землю там найдем нет я говорю расстояние есть в от солнечной системы двигаемся в одну сторону двигаемся в другую это все в ведах описано интересно а выше нас есть сто раз лучше жизнь представляете выше нас это выше уже уже в райские планеты идут начало самое начало там курорт до курорта самый классный лучше чем в сочи тысячу раз там болезни нету все балдеют классно все супер жизнь очень долгая да на курорте там побывали на этом люди они рождаются в европе не в россии а в россии в европе они там рождаются люди красивые деликатные нежные мягкие между собой работать работать не хотят почему потому что на райских планет никто не работает а туда попал и работать не хочется а на райских планетах там можно больше сексом заниматься с кем подряд и поэтому хочется с кем подряд сексом заниматься дальше а на райских планетах там всегда в кайфе поэтому хочется кольнуться понимаете вот она с райских планет результат и веды поэтому описывают нет смысла туда попадать расслабишься потом так что мама дорогая а там ведь оттуда там ведь не задерживайся Там же нет деятельности, ты не можешь добрые дела там совершать, там все просто обалдеют. Добрые дела – это начать аскезы, бескорыстие, надо себя напрягать. И живые существа с этих райских планет попадают в Европу потом. А потому что благочестие-то кончается, ты здесь заслужил, молился, Богу служил, делал добрые дела, кормил нищих там, все делал как хорошо, но в сердце у тебя было желание «хочу счастья земного». Хорошо, пожалуйста. Если для этого, тогда вот райский планет. Чунга-чанга, синий небосвод, Чунга-чанга, лето круглый год, Чунга-чанга, весело живет. И так далее. Чудо-остров, чудо-остров, жить на нем легко и просто. Жить на нем легко и просто. Чунга-чанга, наше счастье постоянно. Ешь кокосы, ешь бананы. Идея? Разные бывают в высшей планете. Там есть еще высшие планеты, где живые существа попадают, которые работают над собой. Есть лунный тип, понимаете? Лунный тип означает балдеж, счастье. Не значит, что на Луну попадают, на спутник Земли. Нет, это лунный тип. Они идут туда, выше, в райские планеты. Есть солнечный тип. Солнечный путь. Солнечный путь означает в сторону аскезы, в сторону добрых дел. Человек, когда попадает туда, он дальше идет, развивается. Он не останавливается. Поэтому, когда человек солнечным путем идет, зачем он солнечным путем идет? Когда он живет праведной жизнью, с молитвой, цель служить другим, не для себя. Тогда солнечный путь. А если аскезы, молитвы и все прочее, цель счастья свое. Тогда лунный. Ну, понимаете, я не следую никаким версиям. Есть каноны. Означает, вот есть, допустим, высшая математика придается в университете. Я предпочитаю изучать университетское знание, а не ОБС. Знаете, что такое ОБС? Одна бабка сказала ОБС. Меня не интересует ОБС, понимаете? Но вы как бы правильно сказали, что это не версия. Это называется закон кармы. И он написан в Бхагавадгите, в Священном Писании, в котором говорится, что любое действие, которое человек совершает, лечет за собой последствия. Эти последствия откладываются внутри, в сердце. Вот здесь у нас есть в сердце глубинная память. На санскрик называется Моха Пхага. Такая зона, шарик такой, внутри которой находится душа. Это означает, что это все отложилось. Почему? Потому что я совершил какой-то поступок. Я должен понять, как люди почувствуют, живые существа почувствуют, что я вот сделал. Я, допустим, решил взорвать самолет. Взял бабамс в него, и там 225 человек, допустим. Это значит, что мне придется потом 225 раз бабамс. Но уже не на земле, потому что на земле неэффективно. Это надо за одну жизнь прожить. И поэтому такой человек идет на низшие планеты, которые специально предназначены для того, чтобы там не умирать насовсем. А находясь в тонком психическом теле, человек испытывает 225 раз смерть. А потом уже возвращается назад сюда с этой памятью, чтобы у него больше ни на кого эта пушка не поднималась. Вот так учит нас жизнь. Называется закон кармы. Весело? За кого плакать-то надо? За тех, кто погиб и пошел на высшие планеты. Потому что они, когда насильственной смертью человек погибает, что с ним происходит? Он идет, искупает все свои грехи и идет дальше на высшие планеты, на райские, по лунному пути. Просто они хотели сильно в курорт. Поехали в курорт. Теперь Бог дал еще больше курорт. Хочешь курорт? Пожалуйста. Египет, что это за курорт? Вот райские планеты, это настоящий курорт. То есть мы переживаем, люди погибли, все плачут. На самом деле эти люди сейчас, они счастливы уже. Они уже счастливы, хоть мы по ним плачем. Им лучше, чем нам. Потому что они уже отстрадали. Этот мир устроен гораздо сложнее и интереснее, чем мы думаем. А вот тот, который стрелял, по нему плакать надо, понимаете? Потому что в курорт он точно не попадет. Он попадет туда, где Макар Терят не пас. Понимаете? Страшное место. Ну ладно, я тему застил. У вас глаза квадратные уже, простите меня. Про адский планет не буду говорить, а то вы все пригрустнете. И так далее. Есть вот так семь слоев над нами. Семь галактик. У нас свой слой. Мы говорим галактика. Веды называют планетной системой. То же самое. Веды знают расстояние, размеры каждой планетной системы. Сколько километров там. У них другие точно. Ну можно от километра пересчитать, там известно как это сделать. Все можно рассчитать. И есть выше, 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 все выше и выше и выше. Ну то есть есть вне материального мира жизни. Вот это вот наша вселенная, она имеет оболочки. Она как тюрьма, понимаете? Она замкнутое пространство, где имеет. На небо смотришь ночью, ничего не видно. Света нет нигде. Означает замкнутое пространство, понимаете? Но есть миры, которые освящены светом, душевным, светом, духовным светом. Божественные миры. Где человек и должен жить? Там духовное тело вместо материального человека, понимаете? У нас материальное, грубое материальное тело. Тоже не самый лучший вариант, потому что есть жизнь в тонком материальном теле. Она более, как бы, лучше, круче жизнь, потому что там можно летать, что хочешь. Тонкое тело, оно более подвижное, оно более, как бы, лучше. На высших планетах, в тонких телах живые существа живут. Здесь грубых. Понимаете? Но когда человек попадает в духовный мир, он духовное тело получает. Означает сотканное из бескорыстия, чистоты, красоты, святости. И вот эти святые люди, они все в духовном мире на самом деле находятся. Они из духовного мира помогают нам. Там очень много энергии счастья, и поэтому им на всех хватает. Почему так много у них силы? Потому что они, их окружает очень много энергии счастья. Духовный мир. И если ты связан с живым существом, в молитве с духовным миром, куда ты попадаешь? Бхага Варгитти говорится, о чем бы ни думал человек в своей жизни, куда бы ни мечтал, туда он и попадает. Поэтому думайте, о чем мечтать. Мечтаете о женщине, попадаете в женское тело. Мечтаете о мужчине, в мужское тело. Мечтаете о святом человеке, духовный мир. Представляете разницу? Собачку любите в собачье тело. Больше всего кого-то любит в жизни? Собачку свою. Хорошо, готовься. Будешь вилять хвостом, значит, следующее. Тонкое тело, тело желаний. Психика перестраивается. Чего бы человек ни хотел, он получает этого. В этом мире нет недостижимых вещей. Например, если вы хотите самая высокая мечта, высота. Хорошо, нет проблем. Летит, летит, летит поток усталый. Летит, летит, летит и на исходе дня. Ведь в том строю есть промежуток малый. Мне кажется, там место для меня. Не верите? Изучайте. Вера означает знание. Изучайте. Смотрите внимательно на этот мир. Евреи похоже на птиц. Любят курицу. Теперь сами подумайте, на кого похожи грузины. Украинцы, русские, японцы. Чувствуете связь? Это означает связь с этими формами жизни уже. Что любим, то и едим. Потом в эту форму жизнь, потом опять человеческую. Ну, круговорот воды в природе. Интересно знать, что любить овощи и фрукты человеку можно. Сейчас расскажу. Это интересно знать. Интересно? Интересно. Оказывается, есть разные типы ложного эго или способности эгоистичного. Ну, то есть эгоизм, он закрывает сознание человека в разной степени. Вот, допустим, в форме дерева, когда дерево живет, эта форма жизни предназначена для отдыха. То есть там живое существо просто спит, отдыхает, оно набирается силы. В дереве очень много энергии, поэтому, когда деревом лечишь, корнями деревьев, допустим, корой, сила, оттуда идет. Маленькие кусочки, вот такие вот корни человека, если больше ставить, перегружают, представляете? Вот только такие надо ставить. Вот чуть больше, уже все, уже перегрузка идет, человеку плохо становится. Мы это изучаем сейчас. В дереве аскеза, он стоит уже, не двигается много лет, накопится сила. И эта сила, прана, психическая энергия лечит человека потом. Подходишь к дереву, встаешь, лечишься, силу получаешь. Сон без сновидений. Теперь сразу некоторые говорят, да там нет жизни, вообще нет души в этом дереве, о чем ты говоришь? Там, где есть душа, есть признаки жизни. Я это изучаю. Например, есть такие психические каналы, которые называются тхату. Это как шоссейные дороги энергетические. Их можно протестировать. Каждый тхату связан с какими-то органами и системами. Органы и системы с помощью шоссейных дорог управляются, то есть снабжаются энергией. Я могу это протестировать. И у деревьев такая же самая структура этих каналов, как у человека. То есть я беру дерево, тестирую, смотрю, там есть вот такие вот каналы, вот тут забиты. Беру человека, смотрю, вот такая же конституция. Представляю к этому человеку это дерево, начинает его лечить, потому что у него похожая конституция. Я это все могу протестировать, поэтому я утверждаю, что у дерева такая же психическая конституция, как у человека, просто неразвитая. Там такие шоссейные каналы, но у дерева нет, оно не активен разум, не активен ум, потому что оно спит. Там энергия движется, но как бы самоосознанности нет. И есть подтверждение, потому что когда у живого существа есть самоосознанность, тогда оно очень сильно реагирует на разрушение, на боль. А если живое существо спит, тогда боль пробуждает. Вот допустим взяли, у дерева подрезали веточки, садовник, дерево что пробуждило, что такое? Что со мной делают? И что дальше происходит? Растет все лучшее. Но если у поросенка ножку отрезать, лучше не растет. Другая форма жизни, другая идея, понимаете? Хохол встретил в огороде своего друга, говорит, а что у тебя порося-то бегает без лапки? Он говорит, ну как, что, холодца захотелось, что, штатинку убивать, что ли, из-за этого? Холодца захотелось, но скотинку не захотел убивать. Ножку оттяпал. Вот он лучше бы уж убил, чего же мучить-то животное. И так, когда человек питается растениями, то в этом случае боль никто не испытывает, потому что живое существо спит. Но больше того, интересно знать, что плоды, они вообще так созданы, что там нет жизни. Это предназначено для жизни, но жизни в них нет. Представляете? В плодах. Это священная пища. Ее питаются вообще отшельники, то есть святые люди, которые не хотят никакой кармы на себя брать. Даже кушая растения, ты получаешь за это какую-то карму. Но есть разные части растений. Есть такие части, которые вообще не связаны с неблагочестивой деятельностью. Например, семена. там нет жизни. Жизнь в семенах появляется, когда они соприкасаются с водой. Пока они соприкоснулись, можно есть. А если соприкоснулись, то тоже можно есть, но тогда ты должен больше делать добрых дел, чтобы нейтрализовать это все. А если ты ешь корни дерева, тогда это уже ближе к душе. Основание корней дерева, там находится душа. Если основание вырвал, значит дерево погибает или растение. Вот. Это же лучше, чем из людей строить. Правильно? А жить-то надо в чем-то. Лучше ли из кирпича, чем из дерева? Ну и из дерева тоже нормально. Просто будьте попроще. Не надо так сильно заморачиваться. Понимаете, первая стадия познания это фанатизм. Все, деревни не рубим, это едим только плоды. Не надо так мыслить. Просто слушайте, изучайте все, потом делайте выводы. Орехи также не несут в себе никакой кармы, потому что это предназначено для жизни просто. Молоко это пища, энергия любви коровы или матери. Энергия любви самая чистая пища, мед и молоко это энергия любви. Пчелы создают мед из любви и коровы и женщина дает молоко из любви. Самая чистая пища, самая сильно развивающая разум. Вы скажете, так молоко вредная пища, она трудно переваривается. Я говорю сейчас про разум. Меня аэролитические врачи недавно критиковали на весь просто Советский Союз. Молоко, он советует всем молоко, эта пища вредна для здоровья. Так я говорю про развитие разума, мои хорошие, это энергия любви. Просто надо научиться правильно его употреблять до когда солнце зашло, потому что этот лун с луной переваривается. То есть надо где-то часа за два до сна пить горячее молоко с медом. Что мед энергия любви, молоко энергия любви получается развитие разума. Человек должен приближаться к благости. Благостная пища означает сладкие специи, сладкий вкус благостную природу имеет. Сладкие специи раз, молоко два, мед три, фрукты четыре. Самые благостные продукты на земле. Они дают человеку только энергию счастья. Есть другие продукты, которые тоже нужны. Например, если не можешь зачать ребенка, тогда нужно кушать женщинам овощи над землей, а мужчины корни. Когда мужчина корни ест, у него появляется возможность зачинать детей. Сила для зачатия появляется. И все болезни проходят, связанные с невозможностью зачать, потому что такая сила находится в корнях. А овощи над землей связаны с женской природой, которые особенно лежат на земле. Овощи, всякие кабачки, тыквы, они увеличивают женскую энергию для зачатия необходимой. если страдают гормональные функции, значит, надо есть цветки, мед, семена, специи, улучшают гормональные функции. Если у вас страдает обмен веществ, листья, листья, что это такое? листья, шпината, салата, да? И то, что там с деревьев, мы знаем, какие листья человеку подходят, какие нет. Видите, знание дает возможность понимать глубже, как устроен этот мир. Если тебе нужна защитная энергия, тогда кора, корица там и так далее, специи есть из коры разные. Или корни тоже повышают иммунитет. Для улучшения пищеварения нужна острая пища и маслянистая. Но не сильно много, чтобы не сгорело там в животе все, потому что они дают тонкий огонь невидимый. Масло и специи, да. и так для развития разума нужен сладкий вкус, но в таких количествах, чтобы человек не заболел, переваривалось, чтобы это. Поэтому всегда ведическая пища, в ней достаточно много сладкого вкуса. заметили, кто ел в этом ресторане Говиндес, там всегда сладкий вкус есть во всех блюдах. Чуть-чуть. И молоко, там с молоком все готовится. Это означает развитие разума. Развитие разума означает тоже также еще одну вещь, скажу позже чуть-чуть. Чего нельзя кушать для развития разума ням-ням. Олег Геннадьевич, не говорите. Вот. Ням-ням же не хочется отменять. Хочется ням-ням. Вот. Давайте не будем в традиции какие-то вдаваться, потому что есть таинство. Таинство. Вы не знаете об этом ничего. Понимаете? Таинство. Тайна. понять невозможно мозгами. Итак, движемся вперед. Растение означает сон без сновидений. Минимальная карма для того, чтобы менялась жизнь. Ты никого практически не убиваешь. Если даже убил живое существо, оно ничего не понимает в этом. Оно не чувствует, что оно погибло. растения так живут. Есть уже сон со сновидениями. Это уже следующая форма жизни, когда живое существо спит, но при этом она видит сны. И разной интенсивности бывает жизнь сон со сновидений. Бывает почти форма растений. Мы веселые медузы, мы похожи на арбузы. Совсем уже мозгов нет вообще. Почти растения между растениями и животными. Грибы также. Некоторые думают, что это растения. Они уже посильнее, получше соображают, чем растения. Почему? Потому что они могут паразитировать, они могут залазить на дерево, едаться в его природу, приспосабливаться. То есть у них более как бы развитое сознание у грибов. Они больше проснулись, чем просто деревья. Начинают паразитировать. Дальше идут креветки всякие, рачки. Они уже как бы уже они так сильно не соображают, как бы ну двигаются, уже двигаются. Рыбки страх появляется уже. Креветки смотришь в глаза, ничего нету, тупые совсем. Но у рыбы страх в глазах, она тоже тупая, но она боится. Это значит, она чуть не проснулась уже, она боится. Ящерица уже она не только боится, она еще интересуется. Так двигается, понимаете, ящерица. Дальше следующее. И чем больше развитость, тем больше кармы мы берем. Если питаемся креветками, там этими всеми устрицами, там как китайцы, ну почти что вегетарианцы. Тараканами всякими. Почти что вегетарианцы, да? Воняет правда страшно. Я там был в Таиланде, мим проверил, господи, как это можно есть вообще, такая вонь идет. Вот. Рыбка, да? Уже живая. Уже половила ее, она дрыг-дрыг-дрыг, жить хочется уже. Означает страдает. Значит, ты будешь тоже страдать за то, что ее съел. разум будет страдать у тебя, отчаяние больше будет в разуме. Почему? Потому что передается энергия от одного живого существа к другому через контакт. Не ловил бы, ничего не было, не съел бы, тем более. Дальше птички. У них уже страх, любопытство и еще счастье. Чирик-чирик. Соловьи поют, заливаются. Дальше за птицами идут дикие животные. Какие дикие животные за птицами? Зайчики. Вот кошку рядом с зайчиком посадить. Кошка, она и так, и сяк, она такая вся себя уже, что-то корчит. Зайчик. Ну посадите рядом кошку-зайчика, посмотрите, понаблюдайте. Увидите зайчик, он такой ничего не соображает, сидит, глаза такие, страх в глазах, по пять копеек, да? Видели? В глазах зайца смотрели? Или вообще не смотрите в глаза никому? А кошка, она такая, ей общаться хочется. Я молюсь, хожу на улицу, иногда молишься, просто раздумываешь о чем-то, можно так тоже молиться. Молишься и думаешь, ходишь в движении, обдумываешь ситуацию, с молитвой лучше обдумывать. Не побеждаешь судьбу, а просто обдумываешь, с молитвой лучше. Ты молишься, а мысль течет сзади, и она все правильно там течет, как надо. Хожу, и кошка такая передо мной, раз, села, делает вид, что как будто бы случайно села у меня на дороге. Я ее обхожу, она такая недовольная, знакомиться, подзнакомиться со мной решила. Вот, ну то есть они уже соображают вообще, у них отношения не строят вообще с человеком. Одна кошка у нас там под окнами ходила, ходила, вот эта сетка же есть, да, от комаров, и она на сетку так прыгнула такая. на нас. Ну, не обращают внимания, на что делать. Прямо туда на кухне нам орет. Вся распласталась такая. Мы все пошли кормить, а что делать? Значит, уже совсем никаких отношений тоже нехорошо же, правильно? Надо заметить, как-то ее было. У нас там хорошо, молитвы играют, как бы, ей же тоже хочется как-то приобщиться к этому и ко всему. Дальше хищные животные, более высокое развитое сознание. Почему? Потому что они лучше соображают, что происходит, у них ста, стаи уже, они там вожаки, там у них уже система развита очень, отношения. Дальше домашние животные, но домашние животные вообще это те, которые в следующей жизни человеком будут обязательно, потому что они общаются с человеком, служат человеку, получают от него знания через отношения. В результате они становятся людьми в следующей жизни. Представляете? А те, кто едят животных, слишком много, кем становятся? Подумайте об этом, мои хорошие, подумайте. Ну, все можно изменить, надо просто перестать их есть. Зачем? Если вы хотите развивать разум, то значит, тогда нужно развивать разум, разберитесь, что вам надо в жизни, решите для себя, потому что есть три силы, которые мешают развивать разум, они привязывают человека к телу. Первая сила называется Мясо означает грубая плоть, хочется тела, тело, пожалуйста, кушаем. Мясо. Что такое? Мясо. Мя означает я, а со означает похожий. Едим похожим на меня. Мит. Мит. Что такое? Ми – это я, ит – это что такое? Это. Я – это. Мамсо. Мамса на санскрите. Мама означает я, со означает похожий. Как вы думаете, что такое столько совпадений? Мой хороший, подумайте, 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 подумайте. Для чего так древние люди говорили, эту пищу называли? Для того, чтобы мы поняли. веды говорят, что животные это как дети малые. У них сознание как у трехмесячного ребенка работает, четырех-пяти месячного ребенка. У животного. Все. Вот и все. Кто такой животный? Просто ребенок. Надо их защищать, заботиться о них. Вот и все. И как дети. Разума нет просто у них. У них есть ум, развитый ум. Веды объясняют, что животная форма жизни предназначена для счастья. Счастья. Какого счастья? Земного. Хочется чего-нибудь такого? Земного? Земного. Ну, то есть, земного, пожалуйста. Хочешь летать, тело птицы, летай на здоровье. Сколько хочешь. Надоест тело человека опять для того, чтобы изучать, как жить правильно. Дальше. Хочешь поплавать, тело рыбы. Ну, зачем тебе нужны эти все акваланги там? Тело рыбы. Плавай сколько хочешь. Наплаваешься. Опять человеческую форму. Хочешь спать, не выспался, тело медведя. Пожалуйста. Полгода в году без проблем. Спим. Два в одном можно рыбку половить потом. По-настоящему. Попробуйте рукой рыбу поймать. А медведь может. тело медведя такое способно рыбку ловить и спать. Есть коалы, мишки такие. Еще круче. Два в одном тоже. Если ты хочешь спать, пора. Если ты хочешь спать и вкусно кушать одновременно, тогда коала, мишка. Потому что он спит, спит, на дереве висит. Он может спит и висеть одновременно. Представляете, акробатика какая. И когда он просыпается, перед ним уже вырос листочек самой вкусной пищи, которую только есть на земле. Он так глазки зажмурит. Посмотрите, понаблюдай. Ням-ням-ням. И опять спает. Отдыхает живое существо от жизни. Балдеет. Животные как балдеют, мы не сможем никогда так балдеть. Хочешь расслабиться, тело кошки. Ну, никто так не может балдеть, расслабляться, как кошка. Если все надоели, тело собаки. Пожалуйста, гавкуй на всех, на кого хочешь. Разрешено. Никто в тюрьму не посадит на 15 суток. Иди гавкуй на кого хочешь. Нагавкался тело человека. Хочешь секса заняться, пожалуйста, тело обезьяны. Почему? Потому что 5 часов в день без проблем. В человеческом теле невозможно, мои хорошие. Почему? Когда обезьяны знакомятся, посмотрят, что они показывают друг другу. Потому что они показывают цель своей обезьяне жизни. А если человек в человеческом теле раздевается и становится нудистом на букву М, тогда значит в следующей жизни тело обезьяны. хочешь ближе к природе таким образом, пожалуйста, нет проблем. В этом мире все предусмотрено. Вы скажете, Олег Геннадьевич, а если все это сказки, представляете, Олег Геннадьевич, в какую фантазию вы попали? Я представляю, в какую фантазию я попал, если это сказки. Но представляете, в какую вы фантазию попали, если это не сказки. Я изучаю аналогии, я смотрю, я могу протестировать обезьянку. У нее есть чакры, психический центр. Я смотрю, в каком центре психическом больше энергии. Для этого жизнь предназначена. У обезьяны самая сильная энергия находится в нижнем психическом центре, двух нижних. Поэтому у них много силы в организме и половых желаний, половой энергии. Посмотрите, обезьянка маленькая, сильнее человека. Нижний центр психический, самый нижний, отвечает за две вещи. Силу и половые желания. Поэтому мужчина сильный и хочет секса. Это нижний центр психический. Так это работает. А есть над ним следующий психический центр, который отвечает за тонкий секс уже. Это желание наслаждаться этим миром, комфорт и тонкие наслаждения сексом. Не грубые, а тонкие. Это женская природа уже. Тоже есть секс, но другую природу имеет, более скрытую. Поэтому мужики всегда неправы, а женщины всегда правы. Потому что они более хитро наслаждаются жизнью. Мужина, он такой бесхитростный, он всегда дурак поэтому в семье. есть закономерности. Если их изучать, точно знаешь, что это так. Человек, когда он деградирует, он становится похож на кого? Ты что, как свинья живешь? Посмотри на себя, ты на свинью уже стал похож. Слушай, козел, ну ты вообще баран, ну баран, откуда эти закономерности? Откуда закономерности, мои хорошие? Не будь ослом вообще, что ты делаешь? Откуда закономерность? Потому что похожим человек становится на животное, на это. Осел означает тупой, баран упрямый. Это качество характера, понимаете? Козел наглый. А свинья, сами понимаете, свинья. ну то есть аморальное существо. Грязи может валяться там и все прочее. Судьбы их тоже чем-то похожи, чем-то похожи на судьбы людей. Изучайте этот мир, изучайте, увидите аналогии, все поймете, вас осенит, озарение придет в жизни. Вы почувствуете как чего. Субтитры